Господи Иисусе Христе, Сыне Божий, помилуй меня грешного. Номер 504. События дня. Эпиграф. 1 Коринфян 15.13. Если нет воскресения мертвых, то и Христос не воскрес за 29 апреля 2017 года. Вот посмотреть можно два фильма. Вот такой вот поставили недавно. Там Артур ставит один. Община Игнатия Лапкина и Никита Колесников. И вот как она выглядит. О духе лжи. Это разбор ролика Романа. Это наша беседа была с Сергеем Козловым. Сергей Игнатов пишет. Мир вам. Тоже переживая за души НК. Это видимо Никиты Колесникова и Романа. Которые еще до конца не утвердились на пути ко Господу. Видите. На Украине человек переживает. Это хорошо. Поэтому поминаю в своих молитвах и сам учусь на их горьком иногда опыте. Потому что сам имея недостатки, исповедую их, каюсь и благодарю за твои молитвы, Игнатий Тихоныч, который меня дисциплинирует и выдавливает из моей души все чуждое православному христианину. Видите. Выдавливает. Слова-то какие взяты. Храни Господи крестовозвиженскую общину и ее старосту. Аминь. Ну вот выдавливает по капле раба. Это Антон Павлович Чехов говорил. Так что из каждого это полезет, если будем работать, трудиться. Далее пишет. Христос воскресе. Воистину воскресе, Сергей. Вчера в интернете отец Андрей Ткачев призвал не ругать, а быть сообща со священниками. Что значит ругать? Где они это слово нашли? Ну если я привожу место Писания, где говорится сборище священников. Пророк говорит, я проклинаю ваше благословение. Чтобы этого не случилось. Это рассказано оно и есть. Чтобы этого не случилось. Что замазать надо? Не говорить об этом? Какое понятие? Недотроги какие? Это означает как КПСС. Ну нету критики. Исчезло. У фашистов допускали критику? Сомнений в победе Гитлера нет. Где они исчезли? Где продвижения вперед нету? А если бы допускали, как кто подскажет, где я поступаю неправильно, враги им на лучшие друзья? Наверное было бы по-другому. Он призвал. С чего ради? И ругать не надо, но сказать-то можно. Я написал, что апостол Павел писал, что в стадо Христово придут волки во вещьих шкурах. Поэтому впавший в грех священников и мирян нужно вещевать и обличать по слову апостола Павла. Что он сказал? Это Сергей Игнатов-то не так. И что в ответ? После этого я попал в черный список. В черный список от черных попал. А как же на суде-то Божьем это будет? Почему языки Ира 3.18 не считают? Что если ты видел, что он поступает не так и не сказал, не заметил, не поправил, не обличил, его кровь с себя Бог взыщет. Так. После этого попал в черный список. Пророк Иеремия за обличение греховцы Новый Израиль и другие пророки, апостол, ученики Христовы, за слова истины. Не страшились никаких репрессий от нечестивых царей и их служителей? Конечно, не страшились. Грязные они, черные, бросят в ров с грязью в колодец. Юрий Соболев пишет. Мир вам, дорогой Игнатий Тихонович. Я понял вчера, прочитав ваш ответ. То есть он задал мне вопрос. И вот вы видели, нет такой фильм, называется «Молчание». Вы смотрите просто, молчание, одно слово. Про католических иезуитов, как они миссионерствовали в Японии, как там было сильное гонение. Некоторых пыток не выдержали. И я ему взял в ответ и послал, не стал ничего отвечать, а просто послал житие Мартиниана, Маркелина. Где-то он у меня где-то здесь есть, недалекая слитая, я его найду сейчас прям мигом. Ворд. Маркелин. Кто он такой? Почему я именно так ответил? Вот. Память святого священномученика Маркелина. 7 июня по старому стилю. Видите, я ему ни слова не ответил на это. А там было два их миссионера, и один отрекся и стал делать все, как говорят. То есть эти буддисты, не думая, что они мирные буддисты, мирные там, это страшная злоба, больше, чем у мусульман. Мусульмане, христиан, по сути дела, по Корану-то не должны трогать. А эти все под корень истребляли. Душили, разные муки придумывали, не убили сразу, а по капле кровь высаживали. Япония. Это только так, мы думаем, японцы, выдержанно, то другое, сатанинская религия полностью. Я всегда отвечал это. Эти взял по насышке, что-то не так, так там, это у меня объяснение дается, Коран разбираю, по ссорам аятам. А здесь я не могу прикоснуться, ничего нет христианского. Тот хотя бы на слух брал основателя религии. А Иса, это Иисус, Мария, Мария, то есть, ну, прямо показано на что-то хотя бы, на христианское. Здесь ничего нет, а то Муса, это Моисей, вот, Сулейман, Соломон, смотрите, сколько даже имен там этих. Ну, не так ни по Евангелии, ни по Писанию, ну, ну, хоть каким-то боком касается. А здесь никак. Так, папа Маркерин вступил на престол в правление Диоклетиана и Максимиана после кончины святейшего папы Кая во время жесточайшего гонения на христиан, когда в течение 30 дней в Риме было истреблено после многоразличных мучений 17 тысяч христиан обоего пола. Больше, чем по 2, выходит 17 тысяч, да, это в течение 30 дней, ну, по 500 с лишним. Это не так и много. Это Иван Грозный-то в Пскове, в одном городишке, как он по 500 человек каждый день казнил. В это время схвачен был и приведен на допрос к Диоклетиану и папе Маркерин. Маркерин. Но, устрашившись жестоких мучений, он воскурил Фимиан на алтаре Идольском и принес жертву вести и езиде. А там заставляли именно изображение иконы Христа наступи ногой, наступи ногой. Но ведь не наступили ногой-то, когда это была Кура, река Кура в Грузии-то. Плюнь только на икону. Запрудили всю реку трупами, пройти можно было как посоху. А здесь не так. Он им прямо извинит, говорит, ну, надо наступить. Они на этом не остановились. Наступили. А теперь плюнь. А теперь еще что-то сделай. А теперь принеси жертву нашим богам. Нет, значит нет. Да и да. То есть они поступили неправильно. Я взял вот это житие. Желая вознаградить его, император облег его в драгоценную одежду и назвал своим другом. После всего, вернувшись домой, Маркерин горько заплакал и зарыдал, как некогда апостол Петр, отрекшийся от Христа. Маркерин начал обличать и укорять самого себя, так как, хотя многих других утвердил в вере и побудил к мученическому подвигу, тем не менее, сам отпал от веры самым позорнейшим образом. То есть, а там он не побуждал их к мучению. А как-то увильнуть от мучения, чтобы не казнили, понять-то можно. Но где этот конец? Конец-то где-то должен быть. За то, что от отступил. А дальше уже он предателя прощает. Один около этого иезуита был. Он второй раз прощает. Врагов наводит на них. Он ему прощает. Грехи отпускает. Какие грехи? Зачем с ним было с предателем разговаривать? Он больше и больше беду приносил. Ну, иезуиты. Так, говорит, ты, когда отрекаешься, мысленно хотя бы крестик рисуй перед собой, и все, то не уменится. Ну, то есть, лукавая. Размышляя о себе, папа несказанно скорбел в сердце своем. В то время в городе Синуэссе в компании происходил поместный церковный собор, на который собрались многие епископы и пресвитеры, всего числом 180 человек. На этот собор прибыл Маркелин. Облегчить во власяное рубище, посыпав пеплом голову с сокрушением сердечным, вошел он на собор к отцам и, став перед ними как обвиняемый, открыто перед всеми исповедал грех свой. Проливая горькие слезы, он и спрашивал у честных отцов суда над собою. Отцы же говорили, осуди себя сам своими устами, из твоих уст вышел грех, пусть твоими же устами будет произнесено и осуждение. Мы знаем, что и святой Петр из страха отверстия Христа, но горько оплакав грех свой, снова получил благоволение у своего Господа. Тогда Маркелин произнес следующий приговор над самим собою. Я признаю себя лишенным священного сана, которого я не достоин. За это пусть после моей смерти тело мое не предается обычному погребению, но да будет брошено оно на сиденье псам, да будет проклят тот, кто осмелится похоронить его. Возвратившись затем в Рим, по окончании соборных заседаний, папа Маркелин, бывший папой, взял драгоценную одежду, которую получил от Диокритиана, отправился к всему последнему и, бросивши перед ним одежду, обречил его, осудил ложных богов его, а себя назвал тяжким грешником, причем горько плакал. Исполнившись гнева, император отдал его на мучение, а затем присудил к смерти. И вот блаженный Маркелин был поведен вместе с тремя христианами Клавдием, Кирином и Антонином за город для обезглавливания. За ним следовал пресвитер Маркел, после него занявший престол папский. Подозвавший его мученик Христов Маркелин, увещевал, чтобы он оставался твердым в вере. Он сказал также относительно своего тела, чтобы никто не осмелился погребать его в земле, но чтобы оно было брошено на сиденье псам. «Я недостоин», — говорил он, — «человеческого погребения, недостоин, чтобы меня взяла земля, так как я отвергся Господа моего Творца неба и земли». Когда достигли места казни, святой мученик Маркелин с усердием помолился Господу Христу, приемлющему кающихся грешников, и с готовностью предоставил свою выю, шею, на стечение, и умер за Христа, которого сначала отвергся из-за страха мучений. Вместе с ним были обезглавлены упомянутые три мужа — Клавдий, Кирин и Антонин, и тела их были брошены непогребенными при дороге. Впрочем, по прошествии нескольких дней, верующие, взявшие ночью тела Клавдия, Кирина и Антонина, похоронили их. Тело же Маркелина никто не осмелился взять и похоронить, так как он дал заклятие не предавать тело его погребению. И валялось честное тело мученика Христова при дороге в продолжении тридцати шести дней. По прошествии же этого времени новопоставленному папе Маркеллу явился святой апостол Петр. Это видение, очевидно. И сказал, почему ты до сего времени не предаешь погребению тела Маркелинова? Я страшусь его клятву, отвечал Маркел, ибо он дал заклятие не хоронить тело его. Разве ты не помнишь, сказал апостол, написанного Лука 18, 14, унижающий себя возвысится. Итак, пойди, с честью похорони тело его. Тогда папа Маркел взял честные мощи мученика и похоронил их в гробнице при Скиллы, что при Соларийской дороге. Так скончался священномученик папа Маркелин, оставивший образец покаяния для многих, впадавших в то время в подобный грех. Ибо тогда многие отвергались от Христа из-за страха перед мучениями. Многие отвергались, то есть мы не знаем, как бы повели себя. Мы же славим неизреченное милосердие Божие всегда и в бесконечные веки. Ну, тут говорилось о папе Кае. Кае управлял Римскую церковь с 283 по 296 год. Ну, Веста, говорит богиня, или Гестия, считалась у древних римлян и греков богиней покровительностью семейного очага и жертвенного огня. Ей обычно приносилась жертва перед началом всякого важного дела. Почему? У язычников и сложилась поговорка «Начинать с Вестой». В Риме в честь богини Весты был выстроен храм в роще на склоне по-латинского калма. В этом храме помещался жертвенник, на котором постоянно горел огонь, поддерживающийся жрицами богини, весталками. Главный праздник в честь богини Весты отправлялся в Риме в июне месяце. Изида – это богиня плодородия. Изида была, собственно, древнеегипетской богиней. Но в первые века по Рождестве Христовым культию проник в Грецию и Италию, где в честь ее строились многочисленные храмы. Кампания там называется. Это местность древней Италии, ограниченной на западе Лациумом, а на севере – Сомниумом, на востоке Лукани и на юге Теренским морем. Теренским. В этой итальянской области впервые начали отливаться колокола. Кампания. Почему они в церковном уставе называются Кампанами? Собор этот происходил около 300-го года, еще во время гонения. Кончина святого папы Маркелина последовала около 300-го года. Ну, в тот же день и память мученика Феодота Анкирского, усещенного мещом в 303-м году. Ну, в житии того, когда... Еще раз с самого начала возвращаю, как святого священномученика Маркелина 7-го июня по старому стилю. Ну, 300-й год. А эти были, которые в Японии проповедовали иезуиты, про которые фильм-то меня спрашивали, это было где-то 1600, то есть 1300 лет прошло. А вот теперь мы давайте посмотрим, если прошло столько времени, то есть ли какие-то правила на это? И вот мы читаем правила Анкирского собора, святых отцов надо посмотреть, сейчас я, Неокисарийского Григория Низского, Неокисарийского Григория. Так, так, нашедшее на поле в домах, оставившее варваром. Так, восьмой стих. Если которое, Григорий Неокисарийского, а это четвертый век, правила, в книге правил, если которые сопричислились к варварам и с ними во время своего пленения участвовали в нападении, забыв, что были понтийцами и христианами, и, ажиосточаясь до того, что убивали единопременных своих или древом, или удавлением, также указывали ведущим варварам пути или дома, таковым должно пригрожать вход даже в чин слушающих, доколе что-либо изволит о них вместе сошедшие святые отцы и прежде них Дух Святой. То есть, это самое строгие правило было. Отключали до 30 лет. До 30 лет. Ну, это участвовал, сам убивал, там-то не убивал, но предатель одного он. Предатель придет, вот я вас предал, ты меня прости. Ну, помучается в совести этот, у него был пастырь как иезуиты, ну, 17 век. И прощает, а он идет опять предает. Я такого не слыхал даже нигде. И вот сейчас заряжу, называется молчание, показать фильм, как этот выглядит. Молчание полностью это фильм молчание. Фильм полностью смотреть. Вот сейчас мы его откроем. Вот он где молчание. Русский трейлер показано где-то. Фильм где он полностью. Ну, вот сейчас откроем маленько, чтобы показать. Немножко показать. хотя бы как выглядят эти люди. Где они были. Так это не этот. Это что-то молчание другое. Вот видите, еще не знаешь, где тут. Ну, короче, зарядите сами и найдете. Я время тратить на это не буду. В фильм молчаниях. Ну, пришлось от корки до корки посмотреть. Мне его Юрий выставил, чтобы я дал. Ну, многие там просят даже, не один раз заходят, а как ваше мнение. Ну, почему я должен давать на это? Ну, посмотрел, не пожалел. Внутренность вся содрогнулась, не приведи Господь. Как они их мучили. И он умер, и умер там как буддист, этот иезуит, священник. Но у мертвого, когда горело, они сжигают в бочках, хорошие бочки, туда труп сажают и бочки приносят, и на костре костер, на костер бочку ставят и сжигают. Сжигают, ничего нету. И кости развеивают где-то. Оказывается, у покойника в руке был крестик зажатый. И, дескать, вот это и главное, как вроде бы. Ну, не знаю. Не знаю. Вот Юрий пишет. Я понял, вчера прочитав ваш ответ. Еще раз благодарю. А написать хотел о том, что вчера вновь был на наших занятиях супер-еретик, лже-еговист. Я все сделал по вашему совету, начиная с молитвы. Весьма действенно. А Юрий этот Соболев, он ведет занятия в Государственном университете, преподаватель в Академии и занятия при Метрополии, или Красноярской Метрополии у них теперь. Ну и сестры коих у нас, как и вообще в церкви большинство, внесли свою лепту. Но говорить о полной победе все же рано. Не хватает вашего знания, писания и опыта. Но на то и опыт приобретаемый временем. Опыт крещения огнем, ибо это на самом деле испытание, побуждающее глубокому изучению слова, закаляющее в беседах с иноверцами. К слову, вчера уже вечером увидел новый ролик отца Владимира Головина, это из города Болгар, на Болге, в котором он сравнивает протестантов с кастратами. Да, мы православные и грешные, но в церкви у нас есть сила духовная, а они, баптисты-то, сектанты, хорошие, но потомства у них нет, кастрированное христианство. Хорошая метафора, как мне думается. Это Юрий Соболев пишет ему, сектанты это кастраты, а православные такие плодоносные, миллионы через них обращаются. Я отвечаю, метафора это хорошая, но и не наша она. У меня в книгах это говорится 71 раз. 71. Так и названы кастратами, но это уже только о монахах я говорю. Ну дальше я ему отвечаю на этот вопрос. Относительно фильма, это нужно смотреть 2 Маковейская, 7 глава, как мать уговаривает своих детей, семерых сыновей казнит, на костер вывозит, на мухи. А здесь так, он позволял им маленько отступить, наступить на образ Христа, это не грех, я за вас снимаю, и в конце концов сам все это сделал, отступил и полностью отступил и стал выдавать своих, которые приезжали, а им не разрешалось с собой даже крестик заносить купцам, там, они в основном где-то были из Португалии, туда приезжали, их могли казнить за это, и Лестовку, боялись вот это Лестовка, еще так, эти, японцы, буддисты, как огня боялись, и крестик, ну там другое, иконка какая-то, если есть. я пишу, ответ большой очень, но я это сделал файлом и разослал, называется Зеркало и обезьяна, а отец этот Головин, его как-то спрашивают, а, как батюшка, к вам гордость не приходит, такая берет женщина интервью, видно, что не первый раз она берет, он говорит, а чем гордиться-то мне, другое дело и показывает Осипов, там профессор говорит, Ткачев, отец Андрей, или вот еще интересно, есть такой человек, вот он писания знает, он все из Библии приводит и меня называет, называет в самых положительных тонах, но это не означает, что я его слово могу не разбирать, он сказал, ну раз так он думает, то и пускай я, ничего так, это он видно, что много говорит, а ссылок-то нету на писание, и вот я пишу, зеркало и обезьяна, кто кастраты, мартышка в зеркале, увидя образ свой, тихохонько медведя, толк ногой, смотри-ка, говорит, кум милый мой, что это там за рожа, какие у нее ужимки и прыжки, я удавилась бы с тоски, когда бы на нее хоть чуть была похожа, а ведь, признайся, есть из кумушек моих таких кривляк пять-шесть, я даже их могу по пальцам перечесть, чем кумушек считать, трудиться, не лучше на себя кума оборотиться, ей Мишка отвечал, но Мишенкин совет лишь попусту пропал, таких примеров много в мире, не любит узнавать никто себя в сатире, а я скажу в сортире, я даже видел-то вчера, что Климыч на руку нечист, все это знают, про взятки Климыч читают, а он украдко кивает на Петра, что видел, говорит, видел он то вчера, так вот я, когда спрашивают самые-самые, кто самый умный у нас был поэт в России, конечно, не Пушкин, верхогляд, юбошник, недавно была статья 113 любовниц Пушкина, у него три стихотворения можно едва ли набрать, которые духовного, а вот он сплошь и рядом, это Иван Андреевич Крылов, вот слово я попутал, маленько отвлекусь, такой чести при жизни удостоились только два человека, он однажды беседовал с матерью императора российского, долго сидели беседовали, и она, видимо, сказала, чтобы император ему пенсию дал повыше, сильно понравился он ей, мы устроили так, что он на балконе стоял, заранее оповестили, а уже его учебники печатали в школе, везде там леса и сыр, ворона там, люди уже это знали, просто запоминалось-то, и уже разговор о нем шел, и он стоял на балконе второго этажа, чтобы видно было, а народ проходил, и не думайте, что три человека, шесть часов шел народ непрерывной рекою, тогда Москва-то была немного миллион, и город, а значит, откуда-то с окрестностей-то, и все его приветствовали, и он стоял и приветствовался, а в народе, не в народе, а у близких, которые писатели там были, ему было имя обжорка, он такой грузный был, из блюд подавали шесть блюд, и он, говорит, ел, ему самые большие тарелки подавали, он ел, потом вздыхал, крестился, вставал, молился, говорил, да, много ли человеку надо, ну, ему говорили, сегодня тут стихи новые поэты считать будут, он еет, говорит, у меня дома стерляжья уха, поехал я домой, это про Крылова говорю, и вот смотрите, вот 71 место в моих книгах, где встречается слово кастрат, кастрировать, это не две строчки, я специально прошелся, чтобы легко искать было, я 33 тома открытым оком объединил в два файла, и теперь только заряжаю Ctrl F, и все, и по одному идут, вручную не найти, вопрос 480, это второй том открытым оком, по-моему, второй том, в чем разница между обетом священника, монаха и клятвой, которую запретил Христос, в чем священника, когда ставят, тоже дают присягу, как говорят, ответ, ответ я не сразу беру, сам институт монашества, сами монастыри не имеют никакого обоснования слою Божиим, это всего лишь молчаливый, совершенно не евангельский протест против слова Божия, хотя мыслился, как протест против обещания церкви, и когда сегодня берут интервью у настоятельность монастырей, у епископов, как они дошли до такой жизни, и они умиленно говорят, что таким образом желали послужить Богу и людям, и как смешно это считать-то, ни одного шага, ни одного слова здесь нет правды, все ложь, от мира не отделились, и стали потребителями, и очень часто просто паразитируют за счет других, как говорится на Стоглавом соборе, под председателем Иоанна Грозного, это не мои слова, паразитируют, как павильона была на Стоглавом соборе, богатые приходят, им разрешалось шесть сортов кваса подавать, я не знаю, шесть сортов-то, это много, епископ Игнатий Бричининов, возвратившись из инспекционной поездки по монастырям, с огромным разочарованием подводит итог на 1275 монастырей, на всю Россию едва ли есть пять монастырей, едва ли есть, которые соответствуют своему назначению, монашество кончилось, но не Игнатий Лапкин говорит, а Игнатий Бричининов, кончилось, остались актеры, а актеры ничего не сделают, вот и весь ответ, так это-то было, современник Пушкина пишет-то, 200-то лет еще отмахните, Иоанн Затаус заботился о том, когда ссылку сослали, чтобы монастыри были школой проповедников, и в дальнейшем бы снабжали их всем необходимым, а их птенцы разлетелись бы по всему свету, неся благую весть, куда и в Англию везде послал. Мона, монастырь, значит один, означает то, что у тебя нету семьи, и твоя забота об одном, 1 Коринфянам 7, 32, 34, сегодня смотришь на тех, кто принял монашество, какие они нежизненные, как будто в день принятия обетов монашество их кастрировали, и телесно, и духовно, привыкли жить безбедно, беззаботно, все от архиерейской глани ждут, столуются, как у пророка Даниила, жрецы из-под стола вылазят, поедая все, Даниила 14, 14, 15, скажешь, какое сравнение, ну такое, президент Путин лично отпускает ни тысячу, ни миллион, а миллиардов, чтобы в центральных монастырях, там, Донской, где сделали полы с подогревом, полы с подогревом, вы почитайте житя святых, как они были, на каких столпах стояли, и, конечно, он против слова не скажет, в Москве, хоть и священник, если он знает, даже не так он промолчит, а зачем, каждый монах должен так работать, как будто у него 10 детей и жена на иждивении, а они спят, как в прорву, и едят без укроту, учитесь у Аввы Дорофея жить, откуда это такая объемность, и рисует везде, страшно смотреть, не рисует, а фотографирует попов, вопрос 1108, это из моих книг я беру, как должны обращаться к священнику, его жена и родственники, просто по имени его или с добавлением слова отец, любого священника спроси, как он ответит, но я беру часть ответа, не полностью, и ответ, вот по одному только этому вопросу можно увидеть, как мы связаны привычками, общепринятыми нормами поведения, рассказывает одна женщина из обслуги правительственной дачи в Крыму, что когда там отдыхал Леонид Ильич Брежнев, которому она подносила блюда, то этикет был установлен им самим, она каждый раз, за каждой тарелкой обязана была пройтись по всем его званиям, товарищ генеральный секретарь коммунистической партии Советского Союза, председатель Президиума Союза Советских Социалистических Республик, разрешите поставить перед вами ботвинью, ну или борщ, никаких сокращений, вроде так сказать, генсек КПСС, не допускалось, и никому это не казалось смешным, может это ему требовало для разогрева аппетита, но ведь и у нас-то в церкви нисколько не лучше. Его Преосвященство, Преосвященнейший Владыка Антоний Масендич, таким букетом слов пестрела неоднократно каждая страница газеты Алтайской миссии. А сколько званий у Римского Папы? Пальцы загибайте, полный титул его Викарий Иисуса Христа, раз, преемник князя апостолов, два, верховный священник Вселенской Церкви, три, восточный патриарх, четыре, примас Италии, пять, архиепископ-метрополит Римской провинции, шесть, монарх Ватикана, семь, его святейшее святейшество, восемь, первосетитель Римской Церкви, а если просто, когда обращается к хорошему, все святейшества, святой, Бог только свят, святее нету, Бог не называется кого-то святее, а это превосходная степень, это сравнительно святой, это просто святой, святее, сравнительная, и святейший превосходная степень, но это учат, я не знаю, в пятом классе или где, и здесь святейшее святейшество, не подумай, что это я придумываю, Это к патриарху так сегодня обращаются. Слово «святейший» по Библии, по «святой» относится только к храму и к вере. Иуда говорит, назидается на «святейшей вере вашей». Ну что непонятно-то тут? Просто «святой» это можно. «Святой» очень. Или к епископу «святый» владыка. То-то можно обращаться. Тут «святой» и все. Мы святые. Не покажется ли безбожникам, что сидишь измечательно круто? А для слуха правоверного католика это как раз то, что доктор прописал. Неятели «святые» мужи называли дымным надмением мира. Это я прочитал у Илариона. У Илариона, секретаря патриарха Тихона Троицкого. Вне церкви нет спасения, он говорит. К апостолам вращались только с одной приставкой «брат». 2 Петра 3.15. «И долготерпение Господа, Бога нашего, почитайте спасением, как и возлюбленный брат наш Павел, по данной ему премудрости, написал вам». Петр пишет другим и говорит «брат наш Павел, не апостолам Павел, он всем нам брат». И Христос говорит «вы все братья, мы все на одной лозе». Он не сказал, что на отдельной лозе будут расти ягоды каким-то другим цветом. Это апостолы. «Все мы вместе братья». Православные священники в большинстве своем в духовном плане кастраты и евнухи. Они не проповедуют живое евангельское слово, сами не рождены свыше и никого не могут родить через проповедь. То есть они никакие не отцы, а просто требоисполнители, законно рукоположенные. А сколько надменностей в одежде, в походке, в отношении к людям, при возношении и чванстве. Прочтите, что говорят об этом святые отцы в книге. Я там выдержки делаю к истинному православию в главе о священстве. Что говорит Нил Синайский, Василий Великий, Ироним Стридонский. Когда он написал это о нравственности священства, язычники от руки переписывали его трактат. Все друзья отвернулись от него. Такой позор матери церкви ты нанес, оголил ее. А кто это говорил, ни одного нету, а он остался. Ироним Стридонский, написавший это, самый популярный, почитаемый в западной церкви, как у нас Златоуст. 1 Коринфянам 4, 15. Ибо хотя у вас тысяча наставников во Христе, но немного отцов. И я родил вас во Христе Иисусе благовествованием. В семя вышел сеять и сеять слово Божие, благовествованием родил. Если по полной истине, то не только домашние, а и все должны бы называть священника по его имени с приставкой брат. А слово отец вообще исключить из лексикона. Господь говорит, не называйтесь отцами. Ну, я спросил отца Александра Мения, я говорю, а как же отец? Он говорит, вот когда считаешь Евангелие, ну не очень знакомо, если с православием, а потом встретишься. Вот такое впечатление складывается, что мы узнали Евангелие и теперь делаем все наоборот. Вот, оказывается, Златоуст сказал, Александр Мения только повторил, но на уровне глубокого подсознания все священники до единого, даже не умея об этом сказать, отлично чувствуют, сколь велико звание отец. И как велика награда тому, через кого кто-то придет ко Христу. И они буквально вцепляются в это слово, воруют его смысл и очень хотят называть себя отцами. Ну, дальше я примеры тут перевожу, ну, коротко. Беру, мне нужно показать, где я раньше говорил о слове кастраты. Это все-таки не два раза, а 71 раз. Вопрос 1802. Мне вопрос задают в университете. И издают маленькие книжечки с избранными житиями. А почему всегда издаются только одни и те же жития? Их не более 50. Это издатели нам облегчают возможность приобрести их? Или остальные не столь необходимы нам? Вопросе пока подвоха нет. Ну, как ты увидишь-то. Отвечаю. Если бы издавали, пусть и не полное жития, но серии, то есть всеохватно, тогда это предположение можно было бы принять. Но выбрасывает из житии, чрезвычайно тенденциозно убирать то, что может натолкнуть на определенное размышление. Жития безжалостно стилизуется, кастрируется, с совершенно определенной целью. Приукрасить, показать монашество в героическом возвышенном виде, в золото сияющей патетике. Ни жития святого Иерона, ни святого Феодота, ни других нестандартных героев веры не издают в отдельном виде. А почему? Они же в книгах Дмитрия Ростовского. И в честь их вы не встретите храмов. Нет среди нас и людей с такими именами, в честь их названных. Хорошо знают Александра Невского, Сергия Радонежского, Серапия Масаровского, про новых матронышек и про юродивых. Особенно про юродивых. Причина только в том, что на Руси, судя по житьям, никогда не заводилась вера евангельская, но афонская, пышно-византийская в богослужениях. На русскую землю пришло не проповедь евангельская, а уставное богослужение и требы. На том и простояли более тысячи лет. Прочтите несколько раз вот эти два изречения апостола Павла. Внимательно, я делаю красным здесь, крупные слова выделяю. Но когда я увидел, что они не прямо поступают по истине евангельской, то сказал Петру при всех, если ты, будучи иудеем, живешь по-язычески, а не по-иудейски, то для чего язычников принуждаешь жить по-иудейски? Галатам 2.14. Павел увидел, что поступает не прямо по истине евангельской. Вот нам что нужно. Прямо по истине евангельской ни одного шага в монашестве нет. Нет. Евангельская истина нести Слово Божие. Филиппий и Сан Павел пишет опять 1.27. Только живите достойно благовествования Христова. Ну а как если его не было? Чего достойно-то? Сегодня говоришь, достойно благовествования. Чего-то такое люди вообще не знают. Чтобы мне приду ли я, увижу вас или не приду, слышать о вас, что вы стоите в одном духе, подвязаясь единодушно за веру евангельскую. Если сказать за веру евангельскую, сразу сказать, сектанты, баптисты. Ну, евангельские христиане-баптисты, они так и называются себя. Но я не говорю, что надо идти туда, но евангельское слово-то взятое из Нового Завета. Вот я дальше пишу. Эти сверх крамольные Павловы речи как-то проникли же на Русь. И они более тысячи лет почти никому не потребовались. Так и остались за сургученном виде горевать на полочках у архиереев и у грамотных городских батюшек. Поступать прямо по истине евангельской. Помилуйте. Да найдите мне хотя бы одного такого священника, который был, ратовал за это, чтобы он старался каждое из тех деяний апостолов воплотить в своем приходе. Возможно ли такое? И мог ли апостол Павел просить русских людей жить достойно благовествования Ивана Христова? Если этого благовествования Христова и не было, нет и не предвидится. Согласно научения Батюшкиного, согласно кургузых житий, то есть много отрезанных от них, которые столетиями кромсала пещерная мысль отшельника, это еще найдете. Но за веру евангельскую подвязаться, да помилуйте, и добороться за нее, что кромольнее этого можно сегодня придумать? Как вышел староста, здесь мне пишет один, я, говорит, священника благословился, чтобы проводить занятия по Евангелию, он сказал, нет, это не надо. А старости сказал, староста вышел и сказал, у нас люди здесь завелись, тут с бородами, там с поясами, и что придумали они, братья и сестры, зовут жить по Евангелию, дорогие мои братья и сестры, да кто ж когда жил-то по Евангелию? Священник сам не решился. И он мне пишет, а что может к архиерею съездить? А он к архиерею бывал, художник, икону рисует. Ну съездил, узнаю, но архиерей тебя не одобрит, занятия, а ну как тебе откроется истина? Нельзя. Я вот много лет занимался этими вопросами, и никак не мог найти нигде. Ну я сам-то знаю, а для себя хочется подтверждение найти. Почему боялись переводить Библию на русский язык? 1876 год, и только вышла Библия на русском языке. Народ-то не понимал. Вспомните профессора Павского, Герасима Петровича. А кто такой? Даже не знают. Да это не Емель Ельезра для русской церкви. Профессор Духовной Академии в Санкт-Петербурге. Знаток еврейского языка такой, что он писал учебники для еврейских школ. А писать учебники по грамматике, я не знаю, ну с высшим образованием, филолог какой-нибудь может только. Даже вот я смотрю, Библия проверялась, вот Библия, новое издание, Псалтырь, там проверяли профессора. Это я прочитал просто. Патриархия давала отчет, какие люди там были, знаки препинания. И я, грешный человек, считаю, и нашел пять мест, которые с ошибками. И я им написал. Ничего, ответ не последовал. Следующий выпуск идет такой же. То есть это надо менять гранки там. Ну, это не просто так. Вера храмовая, вера иноческая, с их вычурными подстать театральными подвигами, переодеваниями в мужскую одежду женщин, блужданиями по островам и горам тысяч монахов. Это на слуху. Один нападает на меня, новый, и говорит, ему сказали, Лапкино там такой православный, супер православный, оп, он сразу православный. А Каяфа? А первоочленник Анна? Не были православными, а Христа распяли. Все. Где Каяфа? Где Анна? Кто он такой? Ну, вышел. А ему обо мне вопрос задают. И мне сразу скинули, дескать, вот смотрите где, там в Москве или в Киеве. Ну, он хотя бы почитал, посмотрел. Нет. Каяфа. Ну, что можно это сказать? То есть он то ли думает, что я авторитет его заберу, или что-то посмотрел бы, сказал, где неправильно, подсказал. Я тоже человек, я нуждаюсь в помощи. Ни слова. Их не затянешь послушать. А почему он уже привык ораторствовать? А я его прослушал, этот ролик. Послушал, мне даже понравилось. Об книге Инохи. Иноха, он говорит, я сбросил туда свои данные, тоже выписал места из Писания, которые говорят, что Сыны Божьи это человеки, не ангелы. Даже так. И он это ничего во внимание не взял. Он сразу, мгновенно и против. Ну, называть неохота. Фамилию не буду говорить, Олег звать его. Он сразу сделался уже не другом. И когда мы говорим вот о благовествовании Христовым, подвязаться за веру евангельскую, то это можно говорить тогда, когда ты сам что-то знаешь, если ты в этом деле участвуешь. И вот мы здесь немного прочитали, возможно. Кто бы радовал, чтобы каждый стих деяния апостолов воплотить в жизнь. Мы как-то осенью решили прочитать. Были в деревне, время свободно было, и каждый день помаленьку. Мы мало-мало нашли, где можно сказать, что вот это у нас есть. Нету. Какое место стих не возьмешь? Нету. А почему нету? По ревности. По ревности оно выполняется. Притом нету не только у нас. Это не в одном месте такое. Вот они, жития эти кургузы, как называют, подают. Люди с них научаются. И этот батюшка сразу говорит. А что он проповедует? Строго за каноны ему говорят. Игнатий Лапкин, он канонист. Каноны? Что это такое? Еще за каноны. А как же тогда написано, не надевает мужскую одежду женщина? Не сказал, что старозаконие 22.5. И что это на соборе гангском, других соборах говорится. Притом, одевающихся предают подклятву, то есть проклятию. Он ничего этого не говорит людям-то. А как же? А канонизированная? А такая-то Ксения Петербургская. У нее муж был полковник. Бег раб ее. Его убили. Она, видимо, любила его. И она что сделала? Пошла пенсию получать? Нет. Она переоделась в его форму, надела шинель. И я уже не Ксения. А кто ты? Андрей. Да ты же баба. Никакая не баба. Я Андрей. Полковник Андрей. С погонами пошла по городу. Вот ведь какая история. И он теперь это мне подсобывает. А что, Лапкин, он будет ее канонизировать? Зачем мне канонизировать, когда Писание предает проклятию? Мерзостью называет-то. Он ее оправдал. Теперь все жены в брюках стоят. А зачем? Максимия Петербургская ходила. Я говорю, да запрещено это. Много вы знаете. Поэтому нигде нельзя уступать. Я говорю, а как же? Шестой Вселенский Собор, второе правило называется. Сии святые отцы до Шестого Вселенского Собора были. Трубы Духа Святого. Они ничего не видят. Я говорю, на соборах присутствовало полторы тысячи епископов. Многие канонизированы. Ну ты-то кто? Издаешь голос против веры соборной апостольской. То он не слышит. Почему? Кормежка. Кормежка там идет. Их миссионерские отделы записывают. Самое страшное, негодное, что сегодня есть. И где бы мы ни видели. Вот даже говорили сейчас про фильм этот, молчание. Двоих послали. Не послали, а нет, просили. Двое. 70 апостолов. Господь послал подвое. Подвое, не компанией. И проповедовать, проповедь была хорошая у Гитлера, у Сталина, там не худышная, а вот у, сказать там, у Кастро было, у Керенского. Они много могли говорить и людей увлекать. Это проповедь. О чем бы ни была она. Это проповедь. А благовестие только о Христе. А миссия это труд Духа Святого. Это, они даже и понятия не имеют. Миссия, она непосредственно идет от Мессии. Его даже на Русь пришли кто? Кирилл и Мефодий. Ну, везде двое. Как они этого не видят? А им кормиться там надо. Как не видеть, когда подвое 70 человек и послал подвое. Он послал, а почему-то вы по 70 посылаете в одной куче-то. А потом идете и расписываетесь за деньги. Всех друг против друга натравливает, как Дворкин. Дальше. Родившись в такой среде неевангельской, став иноком и епископом, он всякое отклонение от этого трафарета монашеского, от этого мышления, заранее объявляет неправославным, видит в этом посягательство на веру своих предков. Не говорил же Господь, чтобы ученики Его загнали овец за высокую стену, мандру, и там бы их кастрировали и стерилизовали, чтобы они не давали потомство. Не говорил? Матфея 10, 16. Вот. Я посылаю вас, как овец среди волков. Итак, будьте мудры, как змеи, просто как голуби. Посылает, а люди отошли бы километра за пять и стали бы отдельно строиться. Но нет этого. Они пошли, и шли, и шли до смертного часа. Иоанна, 10, 12. А наемник не пастырь, которому овцы не свои. Видит приходящего волка и оставляет овец и бежит. И волк расхищает овец и разгоняет их. Почему бежит? Да не его. Он за них не страдал, не умирал. Ну, а какие они овцы-то еще? Я пишу далее. Бросили народ, скрылись, бежали за стены монастырские. Теперь целые страны, те, где монахи царствовали многотысячными монастырями, были монастыри по 50 тысяч человек. У Пахоми 11 тысяч мужиков было. Где из народа высосали самое лучшее, самое ревностное и угробили сотни тысяч талантов, а может миллионы. Не вышли в мир на проповедь по зову Христа и сами ушли в песок. И там теперь только мусульманство. Нет ни одного монастыря. Нашли один монастырь, говорит Герасима. Я говорю, и сколько человек? Один. Как? Мона? Ну так он моно действительно, вот настоящий монастырь. Я сразу-то и не догадался. И он там, что он делает? Караулит. А что караулит-то? Ничего нету. Вопрос 1973. Сегодня в православной церкви женщины-прихожанки практически никакой активной роли не играют, не считая уборщиц в храме и торговых. В деле проповеди они совершенно отсутствуют. Как было дело по житьям святых в прошлые времена? Это мне в университете или по радио, я не знаю где, задают вопросы. Ответ. В апостольские дни жены были прямым отражением своих мужей-проповедников. И никто не искал от них бисеродевства. И никто не пытался надеть на них хомут невест Христовых. Потому и жизнь их была равна ангельская. Так как монахов еще не изобрели, и они не начали еще массовую кастрацию людей разводить с женами и с мужьями. Что интересно, это все одобрялось. И вдруг собор. Если кто оставляет жену, мужа, ради благочестия оставляет, да будет под клятвою. То есть под проклятием. Кто оставляет детей, уходит. Значит, под проклятие Алексей Божий человек попадает. Это каноны. Каноны церковные. Более в ранний период, чем Алексей пришел. То есть законы уже действовали. Если кто оставляет детей, ради подвига уходит, да под клятвою будет. Кто оставляет родителей, под клятвою. Кто одевается не в свою одежду, там мужчина в женскую, такого не было. Даже в монастырь проникали женщины. Их не могли узнать. И что самое интересное, по-разному они там подвязались, мучились. Отец, такой вот считаешь, про него ужас берет. Отец был такой жертвой, спонсор монастырей. Он монастыри на свой счет содержал. И когда он молился в храме, монах пришел и увел ее. Она с другим именем обманула настоятеля, аву и в монастыре поселилась. А потом отец приходил и искал у ней утешение. Искать, 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 мою дочь. И только в смертный час она призвала отца, отец чуть не умер от горя. Это все в житиях написано. Это не одно житие такое. Переодевались, она причащалась по чужим именям. Ну, священник любой, пусть посмотрит, что это, можно или нет. Как сегодня женщина принимает какое-то имя. Бывают и имена такие, ну, я даже не знаю, как их назвать, но двойственные. Как кентавр был. Писатель такой, Набоков, один он писал равно и на русском, и на английском. Книги. Но это редкость. Так и здесь. Если Василий, Василиса, Александр, Александр, Валентин, Валентина. Действительно есть такие. Ольга, там Олег. Но есть имена, которых нету. Допустим, они называются в кость. В честь кого? Когда в монохини поступает Эмма или в инокини. В кого? Тарасия. А в честь кого? Тарасия. Муж Тарасии был. Она переоделась и пошла. Или как? Она реакорнация с ней была. Она в мужа превратилась. Ксения. Я вопрос задаю. И сегодня сколько угодно. Игнатий Я. Ну нет такого женского имени. И ни одной Игнатии святой не было. Откройте календарь, посмотрите. Она называется вообще из кого-то в такой-то день. Интронизация там. У них свое там имя рек. То есть выдумка. Выдумка, притом нехорошая выдумка. И вот они находят. Но Иоанна, Иван, Иоанн, Иоанна. Это такое есть. Имена кентавры. Двойственные. Но есть имена, которых вообще нет. Если Иаким, Иакимия. Откуда она взялась? Нету. Вот. Виктор, Виктория. То есть такие имена есть. Имена. Повторяю. А других нету. Леонид, Леонида. Тоже такое имя есть. Но есть которая там Варвара. Есть такое имя Варвара. А он варвар. Был такой святой. Вот. А сколько имен у тебя считают здесь сейчас? Монахини где-то. Все мужские имена. Как эпидемия какая? А кто такой? Ну, кто такой? Надо думать. Вот. Здесь маленький храм был. И решили этот храм теперь строить больше. Как он будет называться? Александром. А почему? Да Александр там настоятель. Вот Рубцовский строит храм заключенным. И как? Храм святого Виктора. Говорю, почему? Начальник тюрьмы, начальник лагеря Виктор. Так вы в честь Виктора назвали? Или как? Или он думает, что его имя там где-то спасет? И сколько я смотрю, все то же самое. Он какую-то должностежку маленькую занимает и в честь святого-то. Он даже не знает этого святого. Так разговаривали с ним. Начальник тюрьмы. А он в честь в честь святого Константина, такой святого. А тебя как звать? Костя. Странно довольно. Я встречал ни один, ни два такие храма. Дальше. Деяние. 18-26. Он начал смело говорить в синагоге. Услышав его Акила и Прескила, приняли его и точнее объяснили ему путь Господень, Аполосу. А то Акила Прескила муж с женой. Акила муж, а Прескила жена. И что тоже интересно, апостол Павел когда пишет, в одном месте поклон передает Акиле и Прескиле, а в другом месте Прескиле и Акиле. То есть ее вперед поставил. И Златоус объясняет, почему. То есть она где-то в это время показала себя больше, и он ее как бы выделяет. Хотя она, конечно, послушание должна быть. Вопрос 1987. Ну, я его не беру, а только стихотворение свое беру. Стихотворение, вот видите, интересно тем, что 36 строчек, это мои стихи, я их не называю стихотворениями, а проповедь в стихах, напротив каждой строчки место писания. Чтобы мои стихи разобрать, 36 раз надо открыть Библию. И вот читаем. Власть никакая так людей не портит, как власть епископа, а значит патриарха. На бедренник его строчнее, чем кортик, и жезл копье добавит только страха. Он, по идее, должен быть отцом, рождающим страданиях, благовестием, первопроходцем, воином, пловцом, быть образцом смирения и чести. Ему, как ангелу святой поместной церкви, быть сторожем, защитником, рыбачить, входить не инне, а непременно дверью, жить по Евангелию и никак иначе. История, как знаем, сохранила нам имена ересиархов буйных. Все есть священство, в этом их и сила. Их ложь всегда в обертке Аллилуйя. Апостолы имели жен и семьи, простые люди, не кастрат монахи. Их цель повсюду сеять Божье семя и быть неидовым с харизмой лести страха. Сегодня он владыка и властитель, рабовладелец, князь, почти антихрист. К нам снизошел какой-то небожитель, а речь его акафисты, стихиры, недосягаемый в сиянии позолотые. Он властвует свершитель страшной жертвы, бездушной и задержанной из плоти, мертвец среди таких же вечно мертвых. Ни храм скотомогильник безнадежный, его епархия поместье для царька. С мирской властью дружит только лёжа, питаясь от церковного ларька. Конечно, сам он с этим не согласен, он на плаву, рот до ушей в довольстве, играет в крестный ход и яйца красит. Сотрудник КГБ вожак из комсомольцев. Ну, ещё отрывок с другого стихотворения. Кого-то не себя запишут фарисеи, завидуя и злят, что с ним не поделились, украсят проституток под барышень кисейных, иконный лик молюет на прелюбодейных лицах. Не знаю до конца, как у других, свои концы пусть прочее рассмотрят, о наших пекарях, про наши пироги, что видим в колыбели на смертном одре. Постимся лицемерии и кривляясь в честь так бесчестной проповеди лишней. Все атрибуты внешние при нас, монахи по пещерам и в затишье. Кому какая польза от постов, придуманных в египетской пустыне, где превращение в двое или во сто от благовестия о Егове сыне. Зажмурились от света или тьмы под символы тряпичные шифруясь, немея, глуши всех глухонемых с издёвкой над святой Русью. С чёрной икрой, искусственной без признаков наследства. Пещеры с верой в безверие всё роют, кастрируют свой ум под бисердевство. Гимн лицемерию и муканон окапис нигде-то в православии слагают. Канонизирует позор в церковном ЗАГСе. К апостолам сцепляется молчальничек плюгавый. Ещё часть стихотворения. Господь Якова колодец посетил. Глубокий разговор завёл с распутной. Все тайники души я осветил. Последние сложности вопрос её распутал. Она узнала. Знаем также мы, что Бог есть дух, а не иконный лик. Запишет Иоанн ответ для той жены. Он воскресил нас из-под могильных плит. Он ищет поклоняющихся в духе. Презренной самарянки вдруг открыл себя. Вселенная удел теперь не кухня. За благовестницей шпионят и следят. Её судьба житейно известна. Фатиной звать по-нашему Светланой. Всем милая сестра Христу, она невеста. Замужняя одна ли? Не это ныне главное. Униженная, как она раскрылась, в свидетельстве Иисуса прославляя. Благоуханию словесу удивилась вселенная от края до края. Те жены первые, подобно Магдалине с мужьями вместе или же одни. Евангелие сеяли до ныне примером на века апостольские дни. Куда же провалились те колодцы, что сделали со спутницами света? Их запечатали по керем с похотью бороться, как Бога слушаться игумени советов. У них отняли мыло и виходку и прочее, что чистоту хранит. Слепые без писания монастырям находка, упрямство в этих жонах крепче, чем гранит. Переодевались под емнухов кастратов и причащались под именем чужим. Колодцы лжи, театр тебе и бесплатный. Род женский, сможешь ли проснуться и ожить? Вот пишет она, когда работала там, она-то женщина, а лицо-то красивое, и послали работать с монахом в саду, а он с нее глаз не сводит. Он говорит, что ты на меня смотришь-то так? Да так просто. Ну что, как-то он запах-то чувствует, что-то не тот от нее идет-то. Это все в шитиях я беру. А почему уши у тебя с дырочками? Ой, на душу ты не спрашивал дырочки. Зачем уши? Она говорит, меня родители так любили, наряжали под девочку и серьги перевешивали, а он успокоиться никак не может. И вот, когда она умирает, ее груди, яко листья сухие-то, и монастырь весь монашеский рыдает. О чем они рыдают? О чем? Какой подвиг она совершила? Или то, что они раньше обнаружили ее? Трудно понять. Но написано, все плачут. Теперь приветы заглядывались на ее, они не зря. так, так, еще, я говорю про Светлану, как она раскрылась. Христос, Христос учил и умолял идти на проповедь вселенную заквасить, язычникам евангелиям светить, и дух отдал залог как бы авансом, чтобы, укрепленные незримой благодатью, орлами облетали континенты. Сумели же похитить это чернорисы не осеменили мир кастраты импотенты? Терновник переплел мозги и совесть, и вместо Библии и шмощи иконы. Да хромозодчество ведут годами роспись, народ же ненаученный остался без закона. Мирское все от пищи до одежды, и время провождения все мирское. Что ни по слову Божию, там красный свет невеждам, без божества все ереси расколы. И еще часть, я беру частички, неполно, каждое стихотворение, 9 купетов, 36 строчек, но тут беру поменьше. Не слушайте ни пастри с крестами, испанагеи архиерея волка, а не святые в гробах перепластали, кропя грабители чудовищной метелкой. Сумейте схорониться притязаний на ваши души уши и карман. Засло нам слово Божье нам писание, дабы паралитик не хромал. Старение и лести плетет нам отступление нитью тонкой отступничества с феминизмом вместе. Закройте сватой, шибером, руками, сосуды в чистоту перелисуйте. Порода жуликов издревель племя хамья, сидящая в промежностях у стульев. Не бойтесь и удавки амофора, безжалостно кастрирующей касты. Им всем библейские каноны не опора, крапленые тузы при каждой власти. Сервенело топчется в канонах, растаптывает души и свободу. Не слушайте кодильный звон в оковах. Не соглашайтесь с самым идиота. Далее. Когда работники пришли бы с иными плодами, ни сего виноградной лозы, ни сего заказом, когда Господь послал взять, то угодили бы ему эти труженики, рекордсмены, сахановцы. Ни о каких плодах сидеть по затворам, уметь молчать, играть в молчальничество, опыт пострижения и об этих плодах нет даже намека. Бог Иегова не заповедовал выращивать такие плоды. Явно, что для выращивания Господь давал и силы. Каждому потом было дано какое-то просьбище. Чем он больше всего прославился? Отшельник, пустынник, пещерник, гробокопатель, понятно как, затворник, затворник, вот еще не взял. Вот я взял материалы некоторые, чему подобно царствие Божие. И Христос говорит, царство Божие подобно, и дальше говорит, нашел жемчужину, все продал, купил дальше. Царство Божие подобно закваске. Это Матфея 13,33. Царство Божие подобно, и все время подобно, подобно. Я все это выбрал, до одного выбрал, ролик составил. Нет нигде подобия монашеству. Подобия монашеству нигде нету. А если бы царство небесное было подобно монашеству, нужно было бы говорить так. И человек не должен изучать Писание, спрятаться, не нести Слово Божие, царство Божие подобно этому. Нет этого, а именно превращение. Царство Божие подобное, и дальше говорится, как он закопал талант, принес, он его не растратил. Он с миром не осквернился. И девы, которые пришли, не вошли. Девы, пришли не блудницы какие-то, девы, с миром не осквернились, сидели за монастырскими стенами, а масла нету. А что такое масло? Разно толкует. Я даю один ответ. Масло это добрые дела, соделанные в Духе Святом с любовью. Повторяю, масло это не Дух Святой, Дух Святой не покупается. А дабы люди видели ваши добрые дела, свет ваш-то так светит. Дабы видели добрые дела. Как добрые дела? Город на вершине говорит, как? И так, когда вы будете жить? Итак, масло, которого не было у невест, у дев, Матфея 25 глава, это добрые дела, соделанные в Духе Святом с любовью. Вот тут уже не привязать. Это моя наработка. И далее считаем. Такая книга есть. Она так называется. Древнехристианский аскетизм и зарождение монашества. Ничего тут крамольного нету. Древнехристианский аскетизм и зарождение монашества. И дальше под заголовком написано «Православное монашество и аскетика в исследованиях и памятниках». А. И. Сидоров Москва выпускает паломник 542 страницы 6000 экземпляров. Ну, я беру страницу 524-ю, а 542 всего. Там много я выписал, много из нее выписал, полезно. И вот, слушайте, страница 524-я, а человек говорит за монашество. И он не мог этого не сказать. Я дальше начал говорить. Вот сюда теперь я его отнесу. Профессора Павского. Это переводчик священного писания. Вот мы читаем Евангелие от Матфея. Это перевод его он один перевел. Поклонщик положить за него Герасим Петрович Павский. Вот читаем и Псалтыр на русском языке. Он перевел его один. Некоторые места в Ветхий Завет переводили там разные. Разные. Хвольсон Давид Аврамович, крещеный еврей. Профессор там, академик и прочее. Лавягин, Макари Глухарев, Архимандрит в Алтайских горах. Но это он перевел. И преподавателем в университете был только он один из тех переводчиков. А переводили четыре духовные академии. И вот его студенты попросили Герасим Петрович вот мы считаем и ничего не понимаем. На русский язык как-то с еврейского-то. И он решил для них перевести. Надо не забывать, что он профессор был, да не бы крайний профессор, воспитатель царских детей. Царь я увидел лично каждый день. Конечно, его звание было к вам Арсения, когда воспитывал Аркадия и Гонория, сыновей Феодосия. Сам сановника, там все могло быть у него. Но вот он решил перевести и перевел знаток такого языка. Перевел Ветхий Завет невообразимо. Машинки не было, самозаписи не было. У меня вот я сейчас программу поставлю, я вот так буду говорить и у меня все в букву выразится. Ну, там ошибки кое-где поправить можно. Я буду сейчас говорить вот это, что насчитал и у меня тут все запишется. Все. Могу считать что угодно и говорить невразумительные слова, она так их и запишет. Говорит по-немецки, только она нажать, сейчас немец будет, и она немец будет сейчас говорить, и она немецкую речь запишет, японскую, английскую. У меня только кнопку нажать, говори на любом языке, она тебе на том языке сейчас в письменном виде подаст. Ну, кое-где бывает, там надо запятые поставить, и она не понимает слова, значит, что-то другое скажет где-то. И он это сделал. А студенты Духовной Академии Санкт-Петербурга не упадите, слушайте внимательно. Налитографировали. У них сергста-то не было еще. 500 экземпляров. 500. Очевидно, когда узнали, видимо, и уже которые окончили, стали просить и мне, и мне надо. Я же хочу проповедовать. Я понимаю их, какая была радость. И один экземпляр попал, и куда-то, не куда-то попал. В КГБ тогдашнее. Сыск. Немедленно сделали расследование. Указ поступил немедленно. Все до одного экземпляра изъять и сжечь. Еще раз говорю, это православная церковь. Это сенот. Изъять и сжечь. Студенты бросились как. И сохранили, кажется, два экземпляра. Где они их спрятали? Где-то в карманы там, или... Ну, это там толстая была, бумага какая была. Понятно, что они спрятали. Потом, когда наступило время перевода, официально, 30-летняя реакция кончила. Даже император ничего не мог сделать. А это масоны, масоны, масоны. Все, перевод от масонов. И царя-то убеждали в этом? Царь. Тебе нравится царствовать? Ну, что нравится? Я царь, конечно, из рода Романовых. Так вот, если Библию переведут, за перевод, да. И Голицын за перевод. Запомните, это архиереи ему говорят. Это я от Филарета узнал уже, там афитеатра был, другой Филарет. Он им сказал царю, царь, если Библия будет переведена и известна народу, в России настанет революция. Да вы что? Именно так. Я вначале опешил, когда прочитал от Филарета это, а потом стал разбирать, молиться, и мне открылось. Действительно так. Вот представьте, если я узнал бы моего отца, кто-то взял невинное, предал смерти. Мать, бабушку, дедушку, которые умерли, и всех предавал смерти. Я вдруг узнал его. Так это духовно умирали люди. Духовно. И ни один, ни два. Речь шла о миллионах. И тысячу лет, тысячу лет люди не знали пути в царство Божие это. Ясно, что революция будет. Ну, я не знаю, была бы она или нет, но так царя напугали. И он отложил на 30 лет. И через 30 лет заново начали переводить. Так вот, профессора Павского сразу же, немедленно, поступил указ арестовать. Придать его, как Достоевского. На эшафоте, может быть, шпагу над головой ломать. И только личное заступничество императора. Спасло его, конечно, с профессора выгнали за слово Божие. Это мы, православные. Вот эти слова слушают. И что они, не понимают разве тех, которые против русского перевода-то? Почему Георгий Кочетков это видит, там, Александр, этот, там, вместе, не Борисов? Я не то, что все правильно там, но перевод. Тем более, на соборе 1917-1918 года было принято решение разрешить приходом по их просьбе служить на русском языке. Но переводы окапистов отдавать на просмотр церковному начальству. Правильно. Но Библию не надо передавать. Ее Библии все на данный перевод печатали Царской России, печатали за рубежом зарубежную церковь, печатают ее католики, печатают баптисты, адвентисты. Все, кто печатает, только синодальный перевод. Это сейчас они дурить начинают, это не такой перевод. И в советской власти при Пимени, Алексея Первом, по порядку всех, Алексей Ридингер Второй, при Кирилле, Библии, только синодальный. Его проверять не надо. И вот запретили, изъяли и успокоились. Опять народ ничего не знает. И вот дальше мы считаем. Страница 524. В этой книге, которую мне привезли из Москвы. Вы знаете, что такое издательство? Паломник. Это патриаршее издание. Это не на улице. Кавычки открыты. Последующая судьба Египта показала, что в этой колыбели инощество, где оно принесло и лучшие плоды свои, монашество не имело глубокого, продолжительного действия на народа населения. Глубокого, продолжительного, да никакого не было. Никакого. Египет скоро отпал от православия, а Макарий египетский попал и потом под владычеством аравитян почти совсем утратил христианскую веру. Об этом пишет Андрей Кураев, когда он там ездил по развалинам городов, где были Вселенские Соборы, там он проехал, я, говорит, свечу не мог затеплить, везде только злобные взгляды и развалины. Нельзя не признать, то есть нужно признать, нельзя не признать того, что весьма значительное по числу удаление ревностных христиан в пустыне, где они кончали свое поприще без потомства, должно было отозваться ослаблением христианского элемента в самом народонаселении, то есть мертвая зона. Ничего больше нету, нету, ни монастырей, никого, почему ложным путем пошли. А если бы проповедовали, представьте, у Пахоми 11 тысяч монахов, ну были старенькие, давайте половину возьмем, но чтобы половина больных лежали, такого тоже не было, ну я на это иду, но еще-то пять с половиной тысяч остается, и их теперь пустили бы куда? Да ко всем странам, где они были, где уже Римская империя была, тогда не надо, а как Шенгенская зона была, Шенген открывает, вот мы ездили за границу, если я вошел в Польшу, а она в Шенгенской зоне, все, дальше такая табличка, вот у нас районная, начинается Ребрих, Ребрихинский район, там Австрия, Австралия, это не Австралия, Люксембург, только название мелькает, едем, Франция, Фортугалия, никаких, ни пунктов, ни людей, никого нету, день и ночь можешь границу елозить налево-направо, тогда была такая же и Римская империя, кто не знает, я хочу сказать, когда она была, простиралась до Индии, и во всей Римской империи в то время насчитывалось примерно 120 миллионов человек, 120 миллионов можно было заквашивать, а люди пошли другим путем, а сколько же казнили, ну сколько вы думаете казнили, ну побольше, чем Гитлер-то, наверное, Гитлер-то один был, а это императоры разные, Гитлер, говорят, казнил, ну, Холокост, 5-6 миллионов евреев только, я за цифру не ручаюсь, там его и в Иране выступает, какой-то Алимжан опровергает, а всего было казнено христиан 475 тысяч, полмиллиона даже не было, полмиллиона не было, и однако вера Христова не умолкала, а разрасталась, я показал вчерашний фильм «Молчание», если бы он устоял, а прихожане их казнили, если ты знал и не донес смерть, смерть, ну как при Салине было, все, вера распространялась бы, вот что еще интересно, новое узнаешь, Гитлер поставил задачу истребить, истребить три рода людей, на первом месте евреи, жиды, на втором месте Библия Поршири, то есть свидетели Юговы, на втором, на третьем месте, на втором цыгане, вот на земле попутно скажу, 2896 наций, конечно, та, которая творит мир и не мир, все остальное это евреи, евреи дали три мировые религии, иудаизм, христианство, мусульманство, кроме этого, от евреев пришел Спаситель, Богородица Еврейка, и от евреев придет Антихрист, а от цыганей, которые грамоты не знают, ничего нету, и это последнее, самое разложившееся племя, в журнале Огонек была статья, и там одна пишет, я в детстве видела цыган, мне всегда казалось, что это черти вырвались из преисподней, меня еврейка спрашивала, она у нас была, ходила в общину, скажите, а вы знаете, что еврея, за 2000 лет ни одного еврея не было, неграмотного, да вы что, точно, я стал узнавать, действительно так, даже он какой-то дебильный, с Дауна там, его научат читать, научат, научат клеить обои, и она мне говорит, ну разница-то есть между русскими этими, я говорю, а в чем, а я вот сейчас шла, на остановке лежит, мужчина, прям под скамейку голова, из-под него, по асфальту, течет вода, в жаркую погоду, зловоние такое, вы еврея хоть одного видели, чтобы он, я нет не видел, и я не видела, и никто не видел, я подумал, действительно так, почему, а у них есть цель, у нас сейчас ехать куда-то, к бабушке, в деревню, бабушка, ему сейчас, спит дольше, ешь больше, такой он и вырастет, бабку будет трясти, в дни получки, дед тоже перед ним распинается, а евреи не так, они его и лето будут учить, разным языкам, музыке, и ему они все время говорят, тебе руководить миром, русские-то ничего не говорят ему, ну учись 10 классов, там видно будет, выберешь, может быть, политэкономию, да политэкономия-то ты ничего не сделаешь, маленькие анекдотики только, вот сидят миллиардеры за столом, одна же, там, пьют кофе, какое-то, и один говорит, японец, я несказанно разбогател, вот сейчас деньги думал, думал, подсказали куда, надо нефтепромыста закупать в России, ЮКОС там все, это выгодно, очень, на машинах будут ездить, сидит там украинец, тоже денег награбил, тоже не знаю куда, но мне подсказали куда, а куда, ну там в шоколадную промышленность, еще куда-то, вот вложить надо, вот, третий сидит, тоже разбогател, американцы, а ты куда, ну я подумал, куда, надо ЮТУБ закупить, все, и вот там контакты, в интернет весь закупить, вот, все, деньги большие потребуются, но я сделаю, а еврей сидит, и ложечкой помешивает, там щай свой, они говорят, ну а ты-то, брат, что не говоришь, чем, он вытер усы у него, бороды, бороду, может быть, вытер и говорит, а я и не говорил, что я это продавать буду, то есть у него это давным-давно, уже все ваши ЮКОСы, все в руках, еще второй анекдот рассказывает, это все в интернете, я нахватался, мальчик пришел, во втором классе учится, пришел, и, деда, а нас в школе записывали, какой национальности, ну и что, а я сказал, я русский, русский, да ты же еврей, русский я, ну смотри, вот они за стол садятся, он побежал, думает, ладно, дед, я разобрался, он к маме, а мама говорит, да как же так же, и бабушка была еврейкой, и у меня евреи все, а как ты-то русский был, русский, не хочу быть евреем, все над ними смеются, тут обзывают, джип проклятый, по беремочке бежит, да, пошел к отцу, отец тоже не очень его воспринял, но, ну сам смотри, сынок, ты же знаешь как, евреи живут русские, вот он вечером, с утра начинает за стол садиться, мать ему картошки, а курочки не дает, он говорит, курица, какая курица, ты русский, и что русские едят, он пошел, дед ему дал рублю, ты сколько получал, он говорит, стольник на 100 рублей, с сегодняшнего дня, по-русски, да к нам автобус требуется, по-русски, пешком иди, я тебя на машине отвозил, отец говорит, больше не буду отвозить, ты русский, русские пешком ходят, и он к вечеру за стол сел, а мать ему снова, ничего того не дает, что он обычно ел, и он только поел это, и картошки-то говорит, один день прожил, как еврей, как я их ненавижу, этих евреев, вот и все, а чего они ненавидят, конечно смешно, евреев любить тебе не заповедан, но на семя Авраама не проклинай, не проклинай, а благословляй, чтобы они познали истинного Бога Христа, вот на сегодня, у меня практически все, я сейчас посмотрю, сколько у меня осталось тут, сейчас, и может быть, несколько слов еще запишу, нет ничего, все ушло, и так, так, что мне нужно сейчас, минутку, это надо, ух, не нажать даже, показать там, евреям 4.12, слово Божие живо и действенно, это не получится, ну и все на этом, я выключаю, отдохи, Мне кажется, что я почему-то не желаю вам, это, это да,